Друзья, всех приветствую на торговой сессии среды. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канал Markets, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Сегодня на повестке экономического календаря индекс активности в строительном секторе Англии. Сектор, на который приходится наименьший показатель вклада ВВП, если анализировать еще и статистику промпроизводства активности в сфере услуг. Это дополнительный релиз, который стоит разобрать, тем более, что мы, как и многие инвесторы, готовимся к будущему решению Банка Англии по ключевой процентной ставке. Далее по хронологии событий в 14.00 по GMT. ISM, индекс активности в сфере услуг, это точно важный показатель, который станет источником повышенной влатильности, в том числе и доллара. Этот релиз будем анализировать через призму его влияния на вероятность повышения ключевой процентной ставки. Нам помогает разобраться в этом всем известный инструмент FedWatch Tool, на котором мы сделаем акцент уже завтра, когда у нас будут уже фактические цифры по данному сектору американской экономики. И под закрытие торговой сессии рекомендую обратить внимание на данные по запасам нефти в США в 14.30 по GMT. Это релиз от администрации энергетической информации, официальные цифры, которые точно должны найти свое отражение в динамике рынка нефти. Собственно, рынок нефти сейчас нас и радует. Текущие котировки 90 долларов за баррель по Brent. Локальный максимум был еще выше, 91 с небольшим. И говоря о фундаментальном фоне, который и поспособствовал развитию обычной динамики, это ожидание рынка еще более значительного снижения мирового предложения. Я комментировал до этого, что чем больше нефти будет убывать со стороны ключевых нефтедобывающих стран, тем выше у нас будет вероятность говорить о неизбежном росте дефицита глобального предложения, что должно поддерживать долгосрочно рынок черного золота и Brent и WTI. Подробности, друзья, которые нам были обещаны организацией ОПЕК еще на прошлой неделе. То есть в пятницу на рынок пришла новость о том, что есть новые договоренности, параметры сделки по сокращению производства. Но детали их обещали озвучить на следующей неделе. И вот, собственно, это время пришло. Новости хорошие. В частности, Саудовская Аравия сообщила о том, что продлить действие добровольного сокращения производства нефти на 1 миллион баррелей в сутки не до конца октября, а до конца года. То есть это прям план максимум, который точно должен быть катализатором роста котировок нефти. И мы видим, собственно, именно такое развитие событий. Ранее Россия также сообщила о том, что дополнительно снизит производство на 300 тысяч баррелей в сутки. В целом ОПЕК страны без Саудовской Аравии сократят добычу еще на 1,66 миллиона баррелей в сутки. Причем это ограничение будет действовать аж до конца 2027-24 года. То есть текущий фундаментальный фон явно достаточен для того, чтобы мы сохраняли свой оптимизм в отношении будущего и Brenta, и WTI. И в частности наша амбициозная цель, которая ранее была амбициозной, если мы ориентировались на 90 долларов за баррель. Сейчас этот уровень уже достигнут, а фон не меняется и остается исключительно поддерживающим и бычим. Я рекомендую смотреть еще выше на следующие ориентиры 95 и потенциально даже 100 долларов за баррель. Единственное, что меня беспокоит в этом ключе, это то, что рынок нефти, рост цен неизбежно должен подстегнуть и рост инфляции. И, соответственно, определенные действия со стороны мировых регуляторов, которые, как мы знаем, борются с инфляцией более жесткой монетарной политикой. Ну, наверное, пока говорить еще рано, потому что прежде чем рост цен на нефть найдет свое отражение в показателе инфляции, должен пройти определенный временной гэп. И, как правило, этот гэп составляет от 3 до 5 месяцев. Поэтому до этого периода времени у нас, скорее всего, ничего не изменится в наших представлениях о том, как и что должны делать основные мировые центральные банки. Индекс доллара 104.66 локомотивом движется вверх, все выше и выше, игнорируя тотально, причем любой фундаментальный фон. Я думаю, то, что индекс доллара существенно перекуплен уже на текущих значениях, если вспомнить даже наследие фундаментальных релизов прошлой недели. Это данные по рынку труда США, которые исключительно разочаровали и не нужно выдумывать, искать какие-то позитивные моменты. Там было достаточно негатива, тем более, что этот негатив еще складывается с показателями прошлых месяцев и явно указывает на то, что в целом сектор уже стагнирует. Вчера вышел еще отчет по производственным заказам США, еще один плохой отчет, минус 2,1%, против прогноза 0,1%. То есть снижение почти в 20 раз выше. И для меня это еще один индикатор того, что американская экономика переживает сейчас довольно непростые экономические времена. Будет ли ФРС повышать ключевую процентную ставку? Опять же, нам не нужно гадать, друзья. Для этого есть инструмент FEDWATCH TOOL, который по-прежнему подсвечивает, что вероятность в сентябре повышения ставки 7%, до конца года 37%. Сегодня выйдет отчет ISM по активности в сфере услуг США. Я ожидаю еще один слабый отчет. И завтра мы, конечно же, посмотрим снова на то, как изменилась вероятность повышения ключевой процентной ставки. Но если сегодня мы увидим слабые данные, то эта вероятность станет еще ниже. И, конечно же, главный фундаментальный отчет предстоящих дней – это данные по инфляции, которые выйдут 13 сентября. Вот этот релиз уже будет определяющим для дальнейшей динамики доллара. До этих пор я сохраняю свое убеждение в том, что американская валюта точно должна котироваться индекс доллара на значениях куда ниже, чем те, которые мы видим сейчас. Золото – 1926 долларов за тройскую функцию. Большинство трейдеров, уже прям тотальное большинство, 72% трейдеров, находятся в длинных позициях. Соответственно, путь наименьшего сопротивления – это продолжение развития медвежьей динамики и дальнейшего снижения. Топит также золото укрепление доллара и их повышение доходности американских облигаций. Десятилетки – 4,26%. При таком новостном бэкграунде золоту очень трудно будет выйти на новый локальный максимум. Поэтому ранее я рекомендовал все-таки оставить золото в покое, но не открывать короткие позиции. Потому что в любой момент, в прямом смысле, настроения на рынке могут измениться, и доллар может камнем полететь вниз. Британская валюта – 1,2569. Здесь расчет на прежнее заседание Банка Англии. Мы ждем его, по сути, через две недели. Последняя статистика – активность в сфере услуг – 49,5. Очень плохой показатель – снижение с 51,5. И самое главное то, что сектор оказался уже ниже зоны 50, то есть в зоне спада. Причем это снижение зафиксировано до отметки ниже 50 впервые с января прошлого года. Делаем выводы о том, что основные сектора британской экономики остаются под серьезным давлением высокой инфляции, которая ограничивает спрос. И остается, опять же, верить в то, что британский регулятор на заседании через две недели все же начнет активнее бороться с этой проблемой. Ранее были определенного рода заявления от Минфина Джереми Ханта о том, что лично он подсветит еще раз британскому регулятору необходимость и целесообразность проведения более жесткой монетарной политики. Но фактическое решение увидим уже через две недели. До этих пор я сохраняю длинные позиции по фунту. Я ожидаю то, что британская валюта также может в любой момент оказаться на новых локальных максимумах. Доллар иена 147.50 игнорируют сильные данные по Японии, причем за последние три недели было очень много действительно сильных отчетов. В нормальных условиях иена должна была уже укрепиться. Но нет, баллом правит сейчас спекулятивный интерес и значительное укрепление доллара, которое заставляет игнорировать трейдеров прочий национальный фундаментальный фонд. Но чем дольше на рынке застаивается вот эта спекулятивная игра, тем выше вероятность того, что национальные банки начнут вмешиваться в регулирование валютного курса. Эта тема, конечно же, пока что актуальна только лишь для японского регулятора и для ситуации с японской иеной, потому что там прям угрожающие высокие ценовые уровни. 147.50 ранние интервенции были на отметке 145 чуть больше года назад. И потом, когда они не помогли, банк Японии вмешался поближе к уровню 150. Поэтому ждем локального роста, если он сохранится, если доллар сможет удержать лидерство. Но готовимся, друзья, в любом момент к валютным интервенциям. И пара австралийцев против доллара 0.63.79. Мы рассчитывали на то, что Резервный банк Австралии во время публикации сопротивленных заявлений даст сигнал о том, что он готов повысить процентную ставку, если ситуация ухудшится. И такие заявления были. То есть повышение ставки все еще возможно, если инфляция начнет расти. Кстати, это последнее заседание, которое было во главе с Филиппом Лоу. Теперь Центральным банком руководит Мишель Булла, который придерживается совершенно других взглядов. Данные по ВВП, которые вышли сегодня. Позитивная статистика. Рост квартального выражения 0.4%. Прогноз был 0.3%. В годовом прирост составил 2.1% против прогноза 1.7%. Но австралийский доллар пока что, опять же, жертва укрепления доллара. Фон тотально игнорируется. И чтобы не добавлять еще один актив, который остается под влиянием американского доллара, я предлагаю австралийцам уже против американца эту сделку закрыть. И сфокусироваться на рынке нефти, на индексе доллара, на британской валюте. И ждать новых сигналов для покупки золота. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока. Продолжение следует...